На повестке завершающего этот сентябрь оперативного совещания в администрации городского округа Щелково сразу несколько важных тем. Одна из них самая горячая – подача отопления в дома и учреждения городского округа Щелково. Обсудить насущные вопросы и отчитаться о решении проблем. В администрации городского округа Щелково прошло оперативное совещание всех служб муниципалитета. Первой темой стала работа призывной комиссии в этом и следующем годах. С 1 октября по 31 декабря объявлен призыв. В этот раз призывниками станут юноши 1992-2001 годов рождения. Также на оперативном совещании напомнили, что у молодых людей есть возможность пройти альтернативную гражданскую службу. Такой вариант возможен, если человек по своим личным, религиозным или политическим убеждениям отказывается брать в руки оружие. 4 октября будет отмечаться День Московской области. К этому мероприятию также активно готовятся и в городском округе Щелково. В Центральном дворце культуры пройдет концерт, посвященный праздничной дате. Самой актуальной на совещании оказалась тема «Подача тепла в дома и учреждения округа». На территории Щелково работают 14 теплоснабжающих организаций, 61 котельная и 36 управляющих организаций, обслуживающих 1326 многоквартирных домов. С 23 сентября на территории округа начался запуск тепла на многоквартирные дома. Управляющие компании совместно с представителями теплоснабжающих организаций осуществляют поэтапный запуск отопления на жилой фонд. По состоянию на 26 сентября отопление подано в 1034 многоквартирных домах, что составляет 78%. До 27 сентября отопление будет подано во все здания и учреждения социальной сферы. Тепло в большинство домов уже запущено, однако есть объекты, где работы по запуску тепла еще ведутся. Администрация городского округа Щелкова оказывает помощь в настоящее время в запуске и отоплении котельных Министерства обороны. Планируемая дата запуска 26 сентября. Исполняющий обязанности главы Сергей Горелов эту тему держит на личном контроле, регулярно выезжая на котельные. Он подчеркнул, что теплом в кратчайшие сроки должны быть обеспечены все жители округа. Пока соцобъект не запустят, администрацию не подключаются к торжению. По информации администрации, на данный момент из 1326 домов тепло поступает в 1288. Запущено 57 котельных. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.